виталия моя люба украина и приветствую всех адекватных людей на планете ну вот первое видео у нас сейчас начнется я вам объясню сейчас что чтоб что к чему потому что будет ни одна передача работы очень много ну короче говоря начнем смотрим на аквариум видите у нас трубцины на аквариуме у нас вообще с аквариумом начали начались катаклизмы с момента как началась у нас война у нас каким-то образом потек опять фильтр у нас видите раздуло всю тумбу и и перекосило угол у нас упал здесь короче катастрофа двери уже не закрываются на нас на насосе у нас полетели опять тены нагревательные не работают у нас тут вопрос получился по крышке у нас почему-то отклеилась здесь крышкой начал конденсат стекать здесь подмокла крышка но самое прикольное что наступило и но это нам мне повезло что я это увидел у нас отклеились на этом аквариуме ребра жесткости и стяжки видите ну вот сверху я покажу сейчас вот у нас вот здесь по всей длине отклеились стяжки я вообще это но мне повезло что я это увидел это практически при мне произошло ну вот я знаете хочу вам сказать вот тут у меня стекли длина аквариума два с половиной метра и получается стяжек и стяжки не день не держат у меня аквариума так вот выгнула в этот в круг в круг я такой думаю боже мой а пока часа сбегаю за струбцинами не дай боже аквариум развалится к счастью я успел и аквариум остался целый но я говорю о чем вот клей которым я клеил аквариум представьте вот вот такую всю длину аквариума выдержали швы без стяжек ну это конечно я у меня меня это удивило я думал что в принципе такую длину аквариума не не сможет выдержать если не будут стяжек ну тем не менее так получилось что у нас почему с этими стяжками вопрос какой если кто-то смотрел передачи как я его клеил я все весь аквариум клеила сюда клей специально для аквариума но он у меня закончился я пошел магазин тут у нас модным строительный магазин я купил какой-то ультра современный модный клей о нем даже делал передачу если можете если хотите можете поискать и моей странице ну там рассказывала что он клеит все чуть ли там не в море не не в космосе при всех условиях ну вот тем не менее смотрите что получилось вот этот клеем просто отслоился он был прозрачный если вы помните но если вы посмотрите это видео был прозрачный как слезам прямо вообще не видно было что это за клей такой а ну вон там смотрите он воду в себя впитал он весь побелел ему я так подозреваю вот этот клей он абсорбировал воду потому другого у меня объяснения нет поэтому тут в этот вот это катастрофа у меня произошла не потому что там я что-то сделал неправильно не обезжирил там или сижу это сам качество самого клея поэтому вот такая ситуация поэтому у нас сейчас задача какая смотрите что будет происходить вы мне говорили передавайте перезапуск там сделаем или еще что-то там сделаем ну смотрите у меня не то что перезапуск ну я реально я когда вот смотрю на него это у меня он уже стоит так 4 4 дня я не могу никак собраться с мыслями что мне делать но смотрите мне нужно сейчас переделать тумбу мне нужно оторвать вот эту крышку потому что она вся вклеена я ее не срежу потому что пвх я аккуратно нет нет не срежу мне надо выкинуть нафиг сделать новую крышку сделать новую тумбу дальше переделать мне вот эти переклеить ребра жесткости и стяжки нужно и что мне нужно я вырежу вот эту заднюю стенку стекла вырежу сделаю отверстие под перелив буду делать перелив херби херби и здесь у меня не будет вот этих всех моих фильтров если кто не знает у меня их тут три стоит и хайм и джи бель и стоит fx 6 вот он здесь у меня стоит ну короче говоря буду я переделывать это все дело будет у меня здесь сам поэтому ну считайте что мой процесс и начинается сначала но тут вопрос у меня даже знаете не с точки зрения что мне там делать с этим аквариума мне надо это делать быстро а куда мне девать этих дискуссов пересадить их в ювель надо под температуру поднять там они поедят у меня всех не знаю сейчас вот это у меня проблема куда деть дискуссов поехать надо какой-то бак купить и куда-то это все пересадить в общем опять же перезапуск здесь у меня стоит грунт стоит насыпан грунт амазония но амазония насыпать не буду не потому что не хочу она у меня даже есть в наличии но у меня никогда ждать там три недели пока он там от воду от сифонит грунтом подмены эти все короче буду запускаться на каком-то нейтральном грунте не знаю нам джи бель наверно тот же самый монада не хочу потому что монада легкий грунт у меня здесь эти самые как они зовут обоции не так мы не знаем может с монада не работает и живут вот все ну не знаю не ну подумай и короче так что короче говоря получается у меня не то что конструкция нового аквариума а просто экстренная переделка старого которая займет больше времени чем вообще построить новый в общем вот такая вот история сегодняшняя сегодняшняя передача у меня будет о том как будем мы делать тумбы я делал эту тумба на чисто у меня деревянная у меня здесь перегородки все такое прочее поэтому я не мог поставить сам по хотя бы мне там много раз об этом говорили сейчас я купил квадратную трубу будем сейчас мы ее варить сварю я сейчас каркас и этот каркас обошью грубо ну купил я и новые панели сделаю принципе визуально тумба будет точно такая же нос уже с металлическим каркасом в котором вклеим сам будет у нас сам куча передач и будет все интересно мне как бы это интересно но из-за того что строй сроки очень сжатые буду как-то это все я делать не знаю потому что я клеил аквариум и тумбы был я в отпуске и так на расслабоне это все дело а сейчас совмещать надо работу и спасение аквариума так что вот такая вот ситуация буду снимать сейчас не буду я привлекать моей съемки мою супругу любимую а так вам буду видео снимать там по ходу дела и там или фотографии китарну и за кадром буду что-то рассказывать что мы там делаем потому что ну процесс сваривания наверно не особо не интересны буду так кусочками вам так давать информацию что я буду делать короче говоря по пошагово так что такие вот дела увидимся скоро вот у нас наш материал сварочный аппарат вот мебля вот будущее у нас тумба короче говоря место у меня негде так все варить но буду варить здесь на проезжей части солнышко погода замечательная у нас сегодня так что купил эти все штуки чтобы углы выдерживать и вертикали так что у нас с материалом все все в порядке рабочее место я вам показал погоду тоже но мне нужно конечно ровная поверхность но во франции дороге как бы нормальный я так уровень прикинул здесь как получается почти у меня горизонт здесь на дороге думаю сейчас что-то будет думаю удобно мне будет так что сейчас я вот это все выгружу и дальше включимся так друзья ну что ну вот смотрите вот купил я квадрат это квадрат 30 на 30 но я хотел купить 40 на 40 но тупо его не было в наличии ну я потому что в субботу покупала конторы в которых можно это все купить уже не работали это я по всем этим строительным магазинам собирал поэтому у меня здесь одна метровые здесь двухметровые он два с половиной метра и здесь у меня даже не хватило 30 на 30 квадрата я взял 30 30 на 20 внутри штуки ничего страшного так что я говорю какие-то потусторонние силы участвуют в том что с аквариумом какие-то происходят чудеса сейчас я тут все нарежу обрежу и начнем уже варить так друзья ну да домучил я сварку ну короче я понял что сварка это в общем это не моё в общем ей никак она мне не давалась короче по поводу того что горизонт на асфальте никакой там он нифига не горизонт я как бы собрал один раз вот эту всю конструкцию последний угол угол поставил на глазок и тогда все сварил у меня винтом каркас полетел поэтому я вырезал по новой всю адрю все вырезал по новой короче и переварил снова купил даже другой сварочный аппарат потому что первый сварочный аппарат он такой самый дешевый был он вообще не моя я попросил у знакомого а он такой знаете который там и прилипает и электрод и ну там капец я намучился и плюсы опять же не было у меня выхода другого я варил электродом два с половиной а он слишком наверно толстый потому что начала начинала про прожигать квадрат ну короче я задам задолбался я вам так скажу с этой сваркой короче буду чем-то другим заниматься сварочный пустак стоит на всякий случай ну короче я наварил ну смотрите можно было показать типа смотрите я тут варю швы тут но короче швы такие знаете сварщик сейчас посмотрит нами и скажет слышишь серёжа ты чё с ума сошел ну да принципе посмотрите я вам шов покажу видите надо смешно смешно но короче как смог так на так сварил и причем самое интересное опять же не знаю почему вот этим электродом на два с половиной я сварил у меня все швы были хорошие нормальный не профессиональные конечно но нормальный а взял вот такие вот как положены вот они электроды 1 и 6 взял двойку взял может какой-то неправильный электрод я купил короче еле-еле сварил намучился ног короче ладно с этим с этим мы проехали сейчас я что буду сделаю сделаю здесь отверстие про пара сверливая отверстие для того чтобы каркасу прикрутить наше дсп ну как какие-то сделаю надеюсь опять блин с кими-то сложности трудностями не столкнусь и двигаемся дальше короче говоря так друзья ну что наделая тут отверстие значит зачем мне отверстие я просто dsp прикручу к каркасу ну как бы сзади с боков и и сверху чтобы было как бы удобнее мне да и чего еще я купил я краску швы у меня некрасивые зато каркас у меня будет красиво от купила такую краску спрей сейчас мы сделаем беленькую и мы за одной загрунтуем чтобы конденсат по все равно какой-то будет влага то будет какая-то ну чтобы мало ли чего не заржавела у нас наша конструкция так что сейчас покрашу и покажу вам красоту так ну что друзья почти я закончил короче говоря ну чуть-чуть я не дорезал потому что я это просто не подымал значит хотел я покрасить каркас и но не что-то как это бракованный баллончик попался он плевался плохо распылял и потеки подделал видите но я так загрунтовал в принципе все равно не видно будет ну вот такая тумба на принципе такая точно будет как и у меня и было только что единственное будет конечно с металлокаркану с каркасом а визуально будет точно такая же вот я вам покажу вот одну дверь я просто со своего старого аквариума сниму фасады и сюда поставлю а может быть вырежу новый потому что здесь вот я купил дсп она такое прикольно у качество другое ну вот так вот она и будет но там у меня были двери на как они на петлях а здесь я просто магниты поставлю и будет у меня об снял снял и все а здесь вот я сделал специально больше чуть окно чтоб сам туда засунуть в общем такие дела так что такая вот на пока у нас тумбочка сзади я тоже закрою в принципе у меня будет отверстие вот там вот под трубы сливные и выводные чтоб конденсата меньше короче ну не конденсата испарение было меньше ну закрою эту я просто не на улице сейчас она и так тяжелее на ее еле-еле от земли отрываю так что это самое это уже сегодня уже не хочу ничего делать завтра куплю магниты и и как бы доделаю ну в общем такая тумба получилось но блин горелая с ней конечно поковырялся несколько дней получается но что могу сказать это в общем не самое сложное что в моей проблеме предстоит так что сейчас сейчас мы отключимся я включусь уже буду перенесу когда тумбочку в дом поставлю эти все дверки или не поставлю ли короче покажу вам как я доделал все таки эту тумбочку чтобы у нас был эфир и такой вот ну как бы полный так что погода хорошая птички на сегодня закругляюсь ну а для вас конечно передача продолжится так друзья ну что да мучил я эту тумбочку не стал я уже показывать как я тут пилю выпиливаю но вы видели на улице последние что сделал без дверей это все было но я кстати двери не вырезал это я двери снял с со старой тумбочки вот просто я их срезал петли убрал и сделал новые новые двери поэтому я ничего так особо и не делал ну смотрите по со стороны это тумбочка такая точно как и и предыдущие я даже ее исправил закрывается смотрите легко это случайно получилось тут магниты из того что мне каркас на магнитах металлическим просто бамсы и все о чем я говорил забыл о чем я говорил о чем я говорю не помню короче ладно вопрос какой я даже исправил его потому что я здесь когда старая первую тумбочку делал получилось не и посчитала высоту ножек и у меня вот этот аквариум на два сантиметра выше получился здесь я убрал надо на сантиметр ниже у нас получается вот этот аквариум в уровне вот эта тумбочка в уровне с этим так что такая история ну смотрите по поводу внутренностей я еще во внутрь не поставил ничего я здесь еще сделаю сейчас сниму аквариум с этой тумбочки старой возьму вот этот дсп и положу сюда еще потому что здесь будет у нас самп и все материалы и вырежу вот сюда мне не хватило половинка еще вырежу сюда поэтому ну как бы вот такая тумба вот такая тумба в принципе они еще больше и говорить нечего в общем домучил ее с этой сваркой это это капец какой-то не мое это сварка так что так что такая вот ситуация с тумбочкой получилось ну что в этой передаче все понятно у нас тумбочка доделана почти ну там грубо говоря детали уже будет на сегодня с тумбочкой все украина тримайся всем всего доброго